Всех приветствую на своем канале. Это продолжение запросов на обзор гардероба. И когда-то я пообщала начать обзор шарфиков, но получилось, что началось с фитеров. Вот я решила все-таки сегодня сделать обзор шарфиков и парео. На мне, соответственно, парео, возможно, кто-то помнит. Когда-то в Эйвоне было то ли в подарок, то ли в покупку. Вот такое парео. Потом я его отдельно засниму. И я в нем одно время довольно продолжительно ходила на пляж. Ну, в общем, пользовала его вообще так коллективно. В общем, начну я свой обзор, пожалуй, передачи приветов, а то я в прошлый раз забыла. Очень извиняюсь. В общем, пока помню. Привет. Привет, Галинка-малинка. Привет. Мне нравится, как ты меня комментишь. Я рада, что ты меня смотришь и подписан на меня. Привет тебе, в общем, потом. Привет. Привет, Таня Зырянова и Даша Ключ. И привет, Наташа Иванова. Привет. Мне нравится с тобой общаться ВКонтакте. Так, вот, я тут, как обычно, это записала. Ну, я надеюсь, это видно. И еще, не то чтобы привет, небольшая просьба от подписчиц. Макс, я надеюсь, ты меня смотришь. Макс, Ира тебя очень любит. Помирись, пожалуйста, с Ирой и начни с ней отношения с самого начала. В общем, короче, помиритесь. Мир, труд, моя любовь. Я тут даже это накатала. Тоже на бумажке. В общем, я очень надеюсь, что ты это увидишь. Прости, Ширу. Ну, вы помиритесь, и вообще у вас там будет все. Любовь и мир и тому подобное. Ну, и теперь перехожу к обзору. В общем, тоже очередная шмоточка. Это от Иван. Когда-то очень давно, может, лет 10 назад, в Иван были вот такие шарфики. Со знаками Зодиака. Тогда еще была серия. Там были, кажется, кошельки. У меня кошелек такой большой, фиолетовый. Он у меня очень долго жил. Более 10 лет прожил. Хотя там нифига это не кожа была. Там было очень много отделений. Но, в общем, он мне очень нравился. Вот такой шарфик. Ну, я надеюсь, его было видно. Вот такой вот шарфик. Я его одно время таскала, потом у меня просто лежит. Ну, иногда я его ношу, когда вспоминаю. Шарфик тепленький. Вообще, на самом деле, у меня еще где-то есть пара шарфиков. Слишком тепленьких. Один из Аллопадры. Один, как сказать, моя тетушка. Но они где-то лежат. И я, откровенно говоря, не очень в курсе, где. Искать специально что-то у меня, честно сказать, был олень. Но я думаю, вы меня простите. К тому же шарфиков у меня и так сверх дофига. Это шарфик, который мне Аленка подарила. На наших, по-моему, новогодних поменяшках. Очень классный теплый шарфик. Я в нем почти всю зиму проходила. Аленка, привет тебе, если ты меня смотришь. В общем, спасибо тебе за шарфик. Он мне очень нравится. Попала на кровать. Это такая фигня. Вязанная крючком. Это вообще вязала еще моя мама. Она там одно время была у моей тетушки. Потом мне обратно перекочевала. Такая треугольная. Типа шаль. Я ее тоже одно время таскала. Так, шарфик, который я подозреваю, что возможно его уже надо постирать. Ну и заправить нитки. Но мне все лень. Очень меня спасал всю зиму. И вообще, когда у меня болело горло. Это вязал мой знакомый мальчик. Ну как мальчик? Сколько ему? 37, наверное, уже. В общем, вязал мальчик. Дима. У меня шарфик. Вряд ли он меня смотрит, поэтому привета ему не буду. Но шарфик левый. Так. Вот этот палантин. Огромный, большой, такой классный. Тоже теплый. Мне подарила моя падочка. Как раз та, которая вязала еще шарфик. И какую-то малиновую штучку. И много всего мне такого прикольного вязала. Вот оно такое широкое. Красное с блестяшками. С такими вот висюльками. Ну, у меня сложено в два раза. В общем, я очень надеюсь, что его видно. Очередной шарфик. Это тоже от Эйвана. Это тоже от Аленки. Я его тоже периодически носила. Иногда даже в видеообзорах. Мне кажется, он у меня был широкий. Теплый. Классный. Можно сказать, даже двухсторонний. Эйвана. 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 Можно даже сейчас его нацепить на себя. Поверх этого парео. Так. Вот это шарфик у меня от Гринмамы. Одно время он приходил в подарок. У меня был такой серенький. С огурцами турецкими. И вот такой. Ну, видно, что он сжатый. Я его уже так, порядком прилично ношу. Ему года, наверное, уже три. Как-то это или вискоза, или хлопок. Ну, что-то такое стопроцентное и натуральное. В общем, очень классный такой шарфик. Приходил за заказ подарок. Серенький я послала своему приятелю на тот момент. Ну, в принципе, мы периодически общаемся. Вряд ли он меня смотрит. Привета ему передавать не буду. На всякий случай хекс-привет. В общем, в Карельскому панку. Ну, просто у меня был второй серенький шарфик. Носить мне его... Зачем мне два шарфика? Почти одинаковых, только цветом разные. Я чуть подумала, что ему шарфик вполне пригорится. К тому же он меня консультировал в свое время по компу, когда я была таким конкретным чайником. И с Линуксом на вы, да и с винтой тогда не особо. Ну, в общем, вот платочек. У меня какое-то пятнышко на нем окажется. Ему черти сколько лет, столько не живут. Мне его на день рождения, оказывается, на 15 лет подарила тогдашняя моя лучшая подруга Анька Смирнова. Сейчас она уже замужем. Я не знаю, как у нее фамилия. Мы не общаемся, разошлись с интересами. Ну, в общем, подруга детства. Ну, и как обычно, я тут прервалась. Благодаря сказочным роднением я остановилась. Я помню, вот на этом шарфике. Платочке. В общем, я его тоже таскала. Ну, совсем по шее, совсем-совсем. И вот такой коротенький. У меня еще один есть. А ты, Фраше, в подарок пришел. В туалетной водичке был. В общем, сейчас я к нему как раз перейду. Вообще, я его так складывала. Ошейник. Такой прикольный, в общем. Конечно, он уже действительно видно, что он не первый свежий. Но мне, если честно, жалко его выкидывать. Хотя я подоживаю в камне так вот. А, такой барахло, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не хочешь ли ты его поменять? Типа выкинуть. Так, шарфик. Вот тот самый шарфик, который, платочек от Ифраше. Кажется, у меня все-таки есть такая туалетка. Если ничего не путают, то, по-моему, это было из серии как раз ретропекаль. Там что-то лирия, ну, пахло или что-то в этом роде. Все-таки, кажется, все-таки она. Но если я что путаю, то вы меня поправите. В общем, он у меня тогда пришел в подарок. Такой же еще был у меня в подарке. Я помню, подарила его года три назад. Девчонке одной, то ли на Новый год, то ли на День. Ну, на какой-то праздник, короче говоря, из своей очень бывшей компании. Девчачьей такой. Ну, я про него как-то говорила вроде уже в видео. Ну, мы там разошлись с интересами, в принципе, с этой компанией. Но я думаю, по размеру он такой же, вот платочек, только более легкий. Да, вот и швашистский подарок. Так, дальше идет. Сейчас у кого-то, наверное, там этот культурный шок будет или что-то в этом роде. Вообще маленький, у меня где-то вроде подлиннее был. Это я рисовал батиком. Где-то, не знаю, может в классе десятом меня торкнуло на рисование батиком. И вот дедушка мне тогда делал какие-то пяльцы, они у меня где-то еще лежат специально. И вы здесь эти все развода, не знаю, может я какой-то рисунок тогда хотела делать. Может так, с чего от балды. Хипозное такое. В общем, это шарфик. Это белый шифон. Ну, и поверх него, в общем, обжигала я его зажигалкой спичками по краям, чтобы оно ничего не обваливалось. Здесь тоже. Вот. Тоже иногда ношу. Иногда ношу как пояс. В общем, вот этот шарфик длинный. Вообще, я его одно время носила, у меня были розовые брюки. И так как я на тот момент была что-то такая очень тощая, то они с меня сползали, и я просто вставляла этот шарфик вместо пояса в брюки и завязывала. У меня там был такой стиль, у меня была розовая кофточка, розовое платье. Вообще, все-все такое розовое. Где-то там ВКонтакте есть фотки. Если кому интересно, можете полазать. Но я знаю, что у меня ВКонтакте фоток сверх дофига. В общем, это очень какой-то древний шарфик. Ну, его можно носить как шарфик, можно носить как пояс. Я думаю, любые шарфики длинные можно носить как пояс. Этот шарфик мне подарила одна моя знакомая девчонка, с которой мы вместе едели в Карелию в 2013 году. такой весь. Ну, тоже, в принципе, в моем стиле, по цветовой гамме мне подходит. Немножко сжатый. Я его тоже в основном носила как пояс на брюках или на джинсах. Дальше перехожу. Ой, что-то у меня тут все падает. Тут у меня, по-моему, три платочка, которые мне приходили на лайте в подарок. Там у меня были бонусы, можно было выбрать что-то такое. И оно, соответственно, тебе приходило. Это, с одной стороны, оно можно служить как в виде парао-юбки или парао-кофточки. Или просто как шарфик. Я его периодически таскаю. Шарфик со смайлами. Ну, там, конечно, было написано, что это шелк или еще что-то. Я не очень понимаю в тканях. Шелк это не шелк. Ну, вполне такой хороший шарфик. Его действительно можно насыпить как поверх купальника, как юг-кулия. Как топик. Или как шарфик со смайликами. Так, и еще два. Вот этот уже другой материал. Даже чувствуется, что мягкий. Возможно, что это действительно шелк. Очень мягкий, нежный материал. Он тоже шелк, как парео. Такое, куцея. Ну, или можно как шарфик использовать. Вполне такой себе. Веселый, весенненький, летненький шарфик. Что-то такое, местами лиопердовое. Оранжевое. И последний из этой же серии. По материалу он отличается от оранжевого. Оно тоже, в общем, ближе, наверное, к смайловому. Такой зелененький. С какими-то там, возможно, огурцами. Ну, с таким рисунком, в общем. Я его тоже пару раз, может, одевала, как шарфик. Шарфик. Ну, наверное, можно одеть и поверх какого-нибудь купальника. Если он, допустим, верх оранжевый. Или там зеленый. Ну, что-нибудь такое цветовое гамма. И вот у меня еще два пары. Это ифрашевская. Да, ифрашевская сделана в Индии. Не поверите. Хлопок стопроцентный. А я-то думала, это тряпочка какая-нибудь обычная. Ну, в смысле непонятно, что типа химии какой-нибудь. Почему у меня тут такой мятенький? Я его, по-моему, раз в два пользовала. И оно, по-моему, короче, чем эйвановская, которая сейчас на мне. Такая, короче. Ничего супер примечательного нет. Голубая синяя полосочка. Ой. И последний. Это я не знаю, его вообще пользовала еще или нет. Мне его привезла мамина подруга с Крыма. Причем года два или три назад отдала. Отдала уже зимой. Она забыла про него. И, в общем, он у него лежал, он лежал. И она мне потом, мама говорит, третья пара его привезла. Вот. Такое. С цветами. Ну, и сейчас я попытаюсь встать в том, что на мне сейчас. У меня где-то на Яндекс.Фотках есть три фотки. Я там саму себя автопортретом делала на другой еще фотоаппарат. Тоже Кассио. Ну, там вот как раз есть три фотки, где я в этом Парео. Естественно, на голую тушку. Ну, в общем, вот такое вот оно все. На белом фоне всякие цветочки разные. Не знаю, там видно было, не видно. Ну, надеюсь, видно. В общем, что-то мне казалось, что у меня этих барахла этого много. Стала обозревать его и поняла, что вроде как мало. Настолько и много. Про летний гардероб я засниму, постараюсь, может быть, на этой неделе. У меня сейчас грядет там период манги. Вручную, вручную, вручную. На таком аре мне как-то удобнее. Ну, там еще для сравнения можно брать, допустим, на французский. Если что-то непонятно. Точнее, не перейдено. Ну, не знаю, может здесь тоже ничего сойдет. Ну, и что? Что еще? Да, там по поводу конкурса. Откровенно говоря, меня напрягают вот эти все ропасты. Слушайте, не поверьте, как меня это все бесит. И, кстати, там, когда делают, ой, ропасти меня, полайкай меня и тому подобное. Если, конечно, вам это хочется. Я никогда не проводила конкурсов на ютубе. Вообще не очень, не проводила таких вот конкурсов. Не знаю, что там делается. В принципе, я приготовила кое-какой подарок кому-нибудь из подписчиков. И если вы мне поставите идею в комменты, как это все делается и что там надо делать, то я, конечно, проведу этот конкурс. Ну, а так, пока что я думаю отделаться. Ответом на вопрос, потому что что-то их там тоже очень много накопилось. И, в общем, в принципе, выбор за вами. Мне не сложно ни то, ни другое. Ну, вопрос все упирается в этот конкурс. Я просто не представляю, как его проводить. Где брать эту программу, которая что-то там выбирает одного из много-много людей. И работает ли эта программа с линуксом. Я понимаю, что-то надо в интернете полазать, там подобное посчитать. Ну, вот так. И да, кстати, по поводу Fabergeek. Мне сегодня, я написала все-таки жалобу, когда я приехала в пятницу. Мне сегодня на нее ответили. И сказали, у меня сейчас комп выключен. Но суть такая, что, оказывается, продавать на АП нельзя. Если вам что-то там пришло, и оно все в плохом состоянии, заменять вам это не будут. Ну, короче, руку моют. Ну, допустим, на сайте в правилах написано одно, а мне ответили совершенно другое. Женщина из Нижнего Новгорода, которая, видать, заведует нашим районом. И хоть я и написала, во сколько я была, все довольно четко, без всяких там эмоций. С меня спросили, что вот по той проблеме, которая там у вас. Ну, видимо, это хамство. Я так понимаю, что, видать, все-таки в малых городах хамство в цене на АП. Или просто там разбираться не хотят. Я уж не знаю, чем связано это такое. Вот, ну, суть такая, что мне ответили, что вот это, 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 эти все пункты, это все нормально, типа в порядке вещей, мы вам, типа, ничего не должны, тыры-пыры-расты-пыры. А вот по поводу неработы пункта вы нам напишите конкретное время. Хотя конкретное время я указала. Ну, я в ответе написала, что в такой-то, в такой-то день, в такое-то время, в таком-то году я была, там было закрыто в два раза. И все. Может, если люди меня вопрошают по поводу хамства, описать в красках, что можно описать в красках, когда я, в принципе, всю эту информацию выдала. Ну, я, конечно, не особо и надеялась, что там что-то будет. Вот, но я была несколько удивлена, что мне так ответили, что суть такая, что радуйтесь, что мы вам вообще ответили. Я, конечно, ничего не говорю, но у них, видать, такое же сейчас отношение, как у консультантов Гринмавы, типа, не клиент прав, а продавец, и если клиент не будет у продавца что-то покупать, то это не продавцу минус, а клиенту. Я не страдаю сейчас отсутствием косметики, у меня ее, в принципе, более чем дофига, как там некоторые заметили, и вообще. Ну, если мне вдруг что-то понадобится, в крайнем случае, я съезжу в Ярославль, зайду в Ярославский пункт выдачи, и, как мне Аленка говорила, там можно просто прямо купить что-то на месте. А так, вряд ли, я пока буду что-то заказывать. Ну, в общем, если вы досмотрели мой обзор до конца, если вам было что-то полезное, интересное, ну, я, короче, как обычно, рада. Пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Ну, и до новых встреч, пока!